Задумывались ли вы, господа, товарищи, в чем миссия Дагестана? Ну кто мы в этих парадигмах, концепциях, геополитических играх? Что мы можем дать миру и взять от него? Мира вам! Я Ханжан Курбанов и это моя геополитическая ремарка. В Махачкале прошла Всероссийская научная конференция под обнадеживающим названием «Ценности познавательных культур в концептуальных идеологиях». На научное мероприятие съехались ученые и политики, были гости из Узбекистана, Белоруссии, именитые философы России. Главным организатором и координатором конференции был известный российский дагестанский философ Мустафа Белалов. Уже после конференции в общественной палате состоялся довольно интересный и обстоятельный полилог ученых в присутствии председателя Азизбека Черкесова. Не обошли стороной, безусловно, темы злободневные, пути страны и бывших Республик Союза, а также вопросы идеологии. Сейчас уже очевидно, что для России исторической судьбой и геополитическими переформатами предначердан путь – евразийство. Правда, это не евразийство версии Дугина, а евразийство классическое – Трубецкого, Савицкого, отмечает доктор философских наук Юрий Резник, главный научный сотрудник Института философии Ирана. Причем евразийство – это с опорой на новую социалистическую, или, если хотите, социальную базу, основой которой является консерватизм, семейные ценности, создание так называемой симфонической личности, которая, в свою очередь, является средоточием культур, при этом не отказываясь от своего языка и культурно-исторических кодов. Новый путь России, намекает ученые, не приемлет олигархат или аристократию, олигократию. Кстати, эта форма политического устройства, согласно античным авторам, является одним из худших форм правления. По евразийству есть средний и малый бизнес, а большой сосредоточен у коллективного народа, который управляет страной через выборную систему и естественный отбор. Отбор политический, в том числе, должны осуществлять институты гражданского общества, каковым и является или должна являться общественная палата. Внутренний вектор нужно продолжать выстраивать, кое-какие контуры к нему уже прорисованы в Кремле, неприятие неоколониализма в геополитическом ракурсе, отрицание садомии и девальвации семьи, опора на традиционные семейные ценности, приоритет воспитания в школах и семьях, возвращение военно-патриотического воспитания, разговоры о важном. Только где оно важное, спросите вы? Важно, и тут не надо изобретать велосипед, почти все, о чем вещал и проводил в жизнь СССР. Мы, в принципе, были на правильном пути и в экономике, и в социальном развитии, и в геополитике, за исключением небольших поправок и корректировок. И в строительстве остого общества и личности через доступное и качественное образование, культуру, медицину, науку, спорт. В этой пирамиде приоритетов четко были выстроены все элементы. Причем СССР многое давал бывшим советским республикам. А самое главное, он дал им национальные государства, чего у них никогда не было. А в учебниках истории бывших 14 союзных республик можно, что хочешь писать. Настоящая, неглянцевая история говорит за то, что СССР был неким архангелом для этих теперь уже некоторых недружественных стран. Участие в конференции и в нашем общественном полилоге философов из бывших советских республик Узбекистана и Беларуси не оставило нам шанса не поговорить о том, как там с отношением к России. Если в Беларуси удалось выйти на верную столбовую дорогу, сотрудничество со Россией вывести приоритет, то в Узбекистане дела обстоят немного иначе. Кстати, Беларуси, со слов белорусского философа, директора Института философии Анатолия Лазаревича, тоже пытались ополячить и сбить с пути. А вот Узбекистан, распрощавшись со всем советским прошлым, тем не менее признает устами доктора философских наук Нигины Шермухамедовой, то, что Советский Союз оставил серьезный задел к развитию образования, науки и культуры этой Среднеазиатской республики. Это и построенные за годы советской власти школы, университета. 28 вузов появилось в Узбекистане в тот период. За 1922-1928 годы Среднеазиатскую республику посетил десант русских ученых, которые впоследствии подготовили сотни академиков Узбекской Советско-Социалистической республики. А первый национальный университет появился здесь в 1920 году. Был задан в целом вектор на конструктивное развитие, без фанатизма и национальной обособленности, без предрассудков. Коллективному Западу удалось после развала Союза и победы в Холодной войне пойти дальше и настроить элиты и некоторые слои в этих республиках против Москвы, Кремля, русских. Русофобия стала основным политическим и предвыборным коньком некоторых стран. Украина, конечно же, в этом ряду на первом месте. Она даже страны Балтии переплюнула за последние несколько лет, которые традиционно приветствовали и нацизм, и русофобию, выстраивая на этом базе свое государство, право и общество. Русофобия как вирусом заболевает Грузия, Азербайджан, Казахстан. Русоподозрительностью болеют все. Где острее болезнь протекает, где мягче. Практически все бывшие советские республики подцепили эту заразу. Элитам или кучкам, нацистам или националистам, как их ни называй, мерещатся тени империи, оккупации, захвата, стирания национальной идентичности, борьбы с религией. Но это я диагностирую как явление национальной деградации, если по-научному. Как историческую и политическую близорукость и, ну уж простите, слабоумие. Разве придя в Узбекистан или Украину, Россия забрала у них язык и культуру? Наоборот, всячески все это поддерживалось через создание артели, коллектива художественной самодеятельности, через сбор фольклора, этнографические описания. И культура, и язык, и история, все это поддерживалось. Людям дали историю, образовали, науку привили, а они все туда же. Ей-богу, как малые дети. Конечно, Россия упустила этот момент. Позволим в этих странах вырасти гроздем русофобии, всяких фанатиков, выступающих против нашей страны под исламскими или какими-то еще конфессиональными соусами. Хорошо показаны эти изуверы в советском сериале «Огненные дороги» о жизни и борьбе видного узбекского просветителя и поэта, революционера и общественного деятеля Хамзы Ниези. Кстати, все упоминания об этом славном узбеке почему-то вытравлены из современной общественно-политической жизни Узбекистана. Как будто Ниези нес в стране зло, хотя ратовал-то за всеобщее образование и науку, за театр и развитое общество. Обосмочи тянули узбеков назад, в отсталость, да еще в пасть английских империалистов. А мы знаем, кто такие английские и французские империалисты. Кто не знает, в помощь библиотеки, можно и электронные, погуглите. Так и Украину потянули назад, а они думают светлое будущее. Нацисты различного покроя, бандеровцы и различные бригады типа Азов, Уна, Унсо и прочие сумасшедшие негодяи. Шайтаны, лучшее определение, которым пригвоздил Храмзан Кадыров. Кстати, и в Украине, и в Узбекистане нацисты составляли меньшинство. Вот что может деструктивное меньшинство сделать, покорив сознание вроде бы с виду здравомыслящих людей. Ввергнуть народу в конфликты, противостояния, кровь, хаос и ужас. А Украину мы потеряли не 8 лет, а 30 лет назад. Получится бы на этом украинском примере в отношении других советских республик, вплоть которых западные волки засовывают в свою голодную и хищную морду. А мы пока наблюдаем только. На всем этом сумасбродном фоне Дагестан тоже лихорадила. Нам до сих пор навязывают исторических лидеров, которые хотели Дагестан подставить под англичан, немцев и турков. Давайте будем разборчивы. Изучайте историю. Не только по интернету. Нам продолжают и сейчас навязывать мысли, что главное зло это русские. Забывая о тех, кто запускал свои щупальца, фунты стерлинги и эмиссаров, чтобы чуть больше 100 лет назад, в 1918-20-х годах, оторвать Дагестан от России. С религия, конечно, мягко говоря, в СССР перегиб вышел. Уничтожалось мусульманское, равно как и православное наследие. Ученые алимы сгонялись в концлагеря и расстреливались. Потом, правда, одумались, в Великую Отечественную войну вернули земли и имущество религиозным общинам. И здесь, на этом историческом отрезке, мы постоянно спотыкаемся. Мол, смотрите, вот что они творили. А если разобраться? А если разобраться? Но нашей республике удалось удержаться от сползания в тотальную ценностную идеологическую бездну. Не будь Россией, я не знаю, тут Афганистан показался бы цветочками. У нас есть улицы имени имама Шамиля и шейха Яракского, и революционных деятелей. Правда, их снимают в угоду современникам. Нам опасны крайности, нас не должно шатать из одной стороны в другую. Надо удержаться от этой турбулентности. В период исторической невесомости многое можно втемяшить человеческую голову. Под благовидной исламской риторикой наши молодежи что только не внушили. Если говорить о том, что произошло 27 августа 2003 года, непосредственно день убийства Магоменца Алиха Магомедовича, то, наверное, надо будет еще сказать о покушении, которое произошло в июне 2001 года, когда в результате просто счастливой случайности он не погиб. При выходе из подъезда утром сработала бомба прямо под ногами. В этом году, в августе, минуло 20 лет со дня злодейского теракта, в результате которого принял мученическую смерть видный государственный деятель, политик, патриот Дагестана, министр по национальной политике, информации и внешним связям Магомед Салях Гусаев. Произошло это 27 августа 2003 года. Террорист, в момент, когда служебная машина, в которой находился министр, остановилась на светофоре, подбежал к автомобилю и положил на крышу пакет с миной. В результате взрыва в крыше автомобиля образовалась дыра шириной около 70 сантиметров. Взрывным устройством оказалась магнитная радиоуправляемая мина мощностью 300 грамм тротила. Насколько я помню, это уголовное дело о покушении было закрыто буквально накануне непосредственно самого убийства, которое произошло, как я напомню, 27 августа 2003 года, вот уже 20 лет, ровно 20 лет назад. Говоря об раскрытии этого преступления, ну, вот еще его близкий друг, замминистра МВД, которого самого через полтора года после убийства Маганин Саляха Магомедовича убили, Амаров Магомед Амарович, генерал милиции, он говорил о том, что несколько человек исполнительные были устранены в результате спецопераций различных. Ну и дальше уже какой-то внятной информации, ну, я, по крайней мере, об этом ничего не знаю. Ну, а убийство, насколько я знаю, оно также не раскрыто. Тогда в Дагестане были две основные деструктивные силы. Религиозные радикалы, которые совершали свои вендетты от имени Ислама и Аллаха, и коррумпирована клановая система, сращенная с криминалитетом. Поговаривали, что Гусаю приглянулся в Кремле в качестве вероятного главы республики. А экстремистам и террористам нужен был счет своей людоедской деятельности и резонансного убийства политика, которая качнет на их сторону и максималистскую молодежь, и денежные потоки зарубежных разведок и террористических ячеек. Конечно, врезалась в память публикация, которая сразу после убийства была размещена на ресурсе «Кавказ-центр». Это был ресурс, где публиковали свои сообщения экстремистское сообщество, где цитировался Шамиль Басаев, говорившего о том, что в Дагестане ими совершена успешная операция по устранению Гусаева Магомеда Салиха, министра по национальной политике, информации и внешней связи Дагестана, одного из главных их идеологических и информационных противников. В результате Дагестан лишился политика, которая мог бы принести еще много пользы республике. Кстати, Магомед Салих Гусаев – автор концепции национального развития Дагестана, которая была принята в 1993 году, за три года до российской стратегии национального развития. Кое-какие идеи дагестанского министра легли в основу и федерального документа. В те годы все министерство работало в режиме нон-стоп. Почти каждый день митинги и акции протеста на площади, конфликты по всей республике, на родившиеся национальные и религиозные движения, растущие экстремистские настроения и террористические ячейки. Через все это прошел Дагестан. Хочется вспомнить случай. Лет шесть назад возле офиса открылась на лето точка по продаже арбузов. Люди сгазели, причем семья, сельские люди, отец, сын. Видно такие интеллигентные люди, решившие подзаработать летом. Узнав, что у меня фамилия Гусаев, уточнили, не является ли Маган Салях Маганевич родственником. И когда узнали, что дядя, помню их слова, что они следили за его карьерой. И когда это убийство произошло, мы посчитали, что как будто убили нашего близкого родственника. Реально, говорит, у нашей семьи был траур несколько дней. В этом году проходят пятые юбилейные гусаевские чтения. В пленарной части и в секциях мероприятия звучало немало здравых мыслей и инициатив. Так предлагалось вернуть структуру Гусаевского-Аруховского министерства, добавив информационную политику и образовать уже новое министерство по национальной политике, информации и внешним связям. Сейчас, как никогда, это актуально. Сейчас, когда поднял голову неонацизм, язычество, да и религиозный радикализм, ушедший в глубокое интернет-подполье, вещает с окон Ютуба и Телеграма и цепляет на свои удочки молодые умы. Государство, в свою очередь, уже с 2018 года активно готовит нормативно-правовую и законодательную базу под новую идеологию, оформляя новые ценностные векторы российского народа. Враг не пройдет. Дагестан и его идеология может и должна быть частью общей российской, евразийской модели. С горской спецификой. Эксперты не исключают рецидива конфликтов на фоне геополитических притязаний с использованием именно исламского фактора, но уже с участием сопредельных государств. И этот фактор, повторюсь, не должен нас сбить с толку и увести в зону противостояния с Россией. А этого ох, как хочется нашим врагам, которые сейчас в овечьей шкуре, но интуитивные люди даже не видят, а чувствуют эту хищную морду. Но Дагестан это не просто часть России, это государствообразующий субъект, который может и должен быть мостиком. Об этом говорили и участники философской конференции. Дагестан это преимущественно ислам, но мы очень тепло относимся к православной Белоруссии, готовы сотрудничать с Узбекистаном, налаживать мосты с Азербайджаном, другими республиками Советского Союза. У нас много ресурсов и факторов. Туризм, о котором лестно отзывались и гости республики, участники конференции и гусаевских чтений, это наш перспективный вектор, который мультипликативно так подтянет многие сферы. В туризме основная метка это гостеприимство. Поэтому, когда в соцсетях пишут крикливые комментарии в адрес туристов, типа, убирайтесь, не нужны вы нам, мне хочется вычеркнуть этих людей из списков дагестанцев. Дагестан это многообразие культур. Дагестан это аксакалы и мудрецы, это опыт, это древность, это традиции. При этом мы никогда не забывали идти вперед, перенимая все лучшее. Поэтому Дагестан может стать таким коллективным амбассадором России, который даст ответ на дипломатический салам всем союзным братьям и сестрам. Дагестан это сила и место силы. И эту силу нужно приумножать и лелеять от Москвы до самых, до окраин. Берегите в себе Дагестан и оставайтесь людьми. Редактор субтитров А.Семкин